Для того, чтобы узнать принципы работы санатория на дому, наша съёмочная группа отправилась в деревню Большой Рожин, в которой проживает Александр Климец. В настоящее время ей оказывается комплекс социально-здоровительных и социально-реабилитационных услуг. Вот сейчас мы в Большом Рожине. У нас бабушка Климец Александра Фёдоровна после инфаркта. Врач назначил диетическое питание, измерение, контроль давления. И путёвка выделена на 10 дней. Поэтому мы сейчас находимся здесь. Соцработник каждый день измеряет давление, записывает санаторную книжку. Также приготавливает питание в мультиварке, именно диетическое, которое было назначено врачом. Александра Климец проживает одна. Дочь приезжает часто. Но постоянный уход обеспечивает социальный работник. За время, проведённое вместе, они успели стать настоящими друзьями, практически родными людьми. Меня соцработник обслуживает Вовна Светлана Николаевна. Она у меня очень хорошая работница. Она мне вообще помогает. Она мне хорошо готовится кушать. Она мне хорошо глядит. Я на неё ничего плохого не скажу. Она самая лучшая у меня. По предписанию врача Александре Климец требуется диетическое питание. Санаторий на дому помог решить эту проблему. В комфортных домашних условиях на безвозмездной основе, за исключением стоимости медикаментов и питания, специалист помогает восстановить возможный уровень здоровья и организовать культурный досуг. Работать мне очень нравится. У меня очень хорошие бабульки. Климец Александра Фёдоровна – очень хорошая женщина. Мне так нравится с ней общаться, работать, помогать. Она и в разговоры очень хорошая, и поговорить. И вот общение у нас очень хорошее с Фёдоровной. И вот когда я ей готовлю кушать, она вот даже попросит меня вот то, то приготовить. Я приготовлю, она никогда на меня плохого ничего не сказала. Всегда похвалить меня, что я готовлю хорошо. Ну и общение у нас, конечно, хорошее. И вот подворье хорошее. Дочь Валя, Валентина, хорошо смотрит за двориком, когда приезжает. Санаторий на дому – хорошая альтернатива для тех граждан, которые по состоянию здоровья не могут выехать за пределы своего населённого пункта. Инспектор по основной деятельности Ольга Лопотко рассказала и о порядке предоставления услуги. Порядок направления граждан на санаторное лечение и оздоровление – это является путёвка, которая выделяется по личному заявлению гражданина. Значит, все встречи, консультации, беседы для пожилых граждан организовываются и проводятся инспекторами по основной деятельности. И, значит, лечение назначается врачом Солигорского ЦРБ. Раньше у нас вот эти услуги проводились в Хоростовском и Готском совете. Солигорскому районному территориальному центру социального обслуживания населения Александра Фёдоровна передаёт искренние слова благодарности. Ведь чувствовать опору – значит, что защищён. Это так важно. Особенно в пожилом возрасте. Спасибо вашей организации и соцорганизации, что вы доглядываете хороше старых. Спасибо вам и работникам. В общем, спасибо. Хай вам. В общем, Бог да и здоровья, чтобы вы нас доглядывали до старости, до нашей. Спасибо вам за всё.